здравствуйте дорогие друзья в этом видео хочу вам рассказать о так называемом зависание ребенка слово это взял я от родителей они со мной поделились и назвали так этот процесс и сейчас поясню что я имею ввиду ну во первых видео не будет интересно наверное тем у кого ребенок старше пяти лет а все это интересно тем у кого ребенок как раз до пяти лет и особенно интересно тем кого немножко иногда это беспокоит либо беспокоило и так ситуация следующая идете вы куда-то по делам либо на прогулку либо с прогулки спешите домой зачем-то и ваш ребенок застает какой-то либо интересный процесс либо находит что-то интересное либо начинает за кем-то наблюдать и в связи с этим ему нужно остановиться и немножечко ну что называется помедитировать либо как я уже сказал зависнуть что в этот момент происходит с родителями обычно обычно родители это немножко раздражает потому что а иногда сильно раздражает потому что это это меняет планы а планами от не хотелось бы ну и уж точно не хотелось бы тратить свое время на то что ребенок будет сейчас вот там вот что-то вот там рассматривать зачем-то наблюдать к чему это мы должны идти туда-то или туда-то ну понятное дело вот и я хочу в этот процесс который происходит с ребенком немножко внести для вас больше так сказать осознанности дать вам больше информации чтобы вы понимали что происходит в этот момент когда вот ребенок так в кавычках зависает значит в этот момент происходит очень важный процесс ребенок обучается и строит новые нейронные связи которые как раз еще пока не сформированы вот и в этот момент у него происходит работа как раз его воображение он как раз в этот момент ну можно так сказать записывает на пустую свое пространство своего жесткого диска да вот эту вот новую информацию причем ему важно в этот момент все ему важно не только что он видит ему важно какой он при этом слышит запах что он при этом слышит какие у него у него какие-то эмоции возникают возможно связи с тем что он видит да и это невероятно важный процесс его можно сравнить с нашим взрослым процессом вот например таким бывает такое у вас тоже наверняка до что вы разговариваете с кем-то из своих знакомых или друзей и кто-то вам что-то сказал а вы понимаете что вы ну слово это услышали впервые либо вам кто-то рассказал про какую-то технологию и вы думаете здорово бы ей воспользоваться но но я не тоже ничего никогда раньше не знал да и вы начинаете читать возможно википедию или что-нибудь там посерьезнее смотреть ролики возможно на эту тему да где человек делится информации касательно волнующего вас вопроса и вы таким образом научаетесь обучаетесь и вам это важно то ли либо для того чтобы практически что-то попробовать то ли для того чтобы свой интеллектуальный уровень поднять и в следующий раз понимать о чем идет речь да ну в общем похожий процесс происходит с ребенком но со стороны когда мы родители имеем какой-то план у нас есть какое-то ограничение во времени да вот такие зависания ребенка они нас могут в каком-то смысле раздражать и вот на мой взгляд если мы будем с вами об этом больше знать о том что на самом деле происходит да то мы возможно с вами хоть иногда когда объективно у нас вот будет несмотря на наши планы да вот какой-то кусочек время просто будем позволять этому быть вот таким зависанием потому что это не просто зависание это очень важный момент обучение вот поэтому это так важно я однажды в биографии создателя бренда honda ну известный бренду мы все вы знаете этого создателя звали сайчира honda подобный момент прочитал в его биографии значит там говорилось следующее что когда маленький сайчира видел у себя в поселке автомобиль который туда заехал то с этого автомобиля упали капельки бензина на пыль дорожную и он ну мало то что он также тоже наблюдал завороженно за этим автомобилем так он еще и как его биографы утверждают некоторые брал вот этот горсть с этими каплями бензина и вот так вот просто подносил к носу и нюхал вот этот вот запах то есть для него это был вот это наблюдение вот этот запах для него это была возможность прикоснуться к сокровенному прикоснуться к технике которой он прикасался ну 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 только вот вот только зрительно ну и конечно мы знаем с вами все что из этого в результате получилось и нам интересно как родителям с вами должно быть да как это начиналось это начиналось с такого же наблюдения с подобного зависания которым я говорил поэтому я надеюсь что в данном вопросе вам стало чуть чуть больше понятно и я вам желаю конечно в таких ситуациях терпения и если у вас есть возможность давайте вашему ребенку вот так вот что называется зависать это очень важно и это процесс обучения вот такую мысль и хотел вам сегодня донести до связи увидимся